Избавиться от белого холста Голубоватым цветом Берешь жидкость, берешь белильца Берешь голубильца Можно снизу в пользу голубого В пользу голубого штриховательно Понабирать красочку Штриховательно Можно сверху в пользу бирюзового Есть там легкое зеленение неба Полностью избавиться от белого Вот таким цветиком и таким цветиком Количество краски такое Чтобы когда ты мастихином захочешь это придавить Было бы что придавить То есть количество краски нам нужно Давай так Берем розовый, берем голубой Сразу отсечем себе вот эту часть Сузим до окошечка Потом немножко еще и на камни их нарежем Вот такими укладками Будет каменная среда Здесь теневую сразу подложим Пусть тоже уже живет Здесь можно дополнить вот таким висячим характером отраженностей Которые будут перерублены потом густеньким мазочком По вот этой схеме Серединочку возьмем наверное На палец Рыжий То в пользу розового, то в пользу желтого И вот эти отражения Вместе Вернее не отражения, а дома вместе с этим мостиком Накидаем мутно, как в акварели То есть такими как бы заливочками Вот они, вот такие заливочки Вот такие Будешь уточнять эти цветовые Вместе с отражением Отражение сюда пришло Вот оно, вот оно Когда появится приблизительное содержание Когда появится содержание приблизительное Возьмешь мастихин Возьмешь снова жесткий характер укладки И создашь идею Вот этих проявлений Жесткость рядом с мутностью всегда здорово звучит Ты согласна? Да, маню точно Смотри Нет, ты сейчас немножко мутно, но поуточняешь Вот, но появится потом вот такая жесткость После пальца появится вот такая жесткость Которую ты уже будешь доснабжать содержанием Будешь дополнять Вот этим Жестковатым содержанием Некоторые из окон Будем делать вот по этой схеме Хорошо? Давай Значит красочки на столе валяются Если что Там никаких сверхъестественных красок нет Все узнаваемые с нашей палитры Перемелим на нужный цвет Пальцем не получилось Мастихинчикчик даст Вот такие Звучания Закатные Мастихинчикчик даст Идею Досок Где-то Пачкатню потом Подустроить Вот эту пачкатню И тоже на доске То есть такой Не обязательно Срисовать все подробности С ума сойдешь А так Приблизительно Более мутное Более лаконичное Пятно Добавляя Полосато Полосато Добавляя Цветнотики Вот в такую мутную Полосатку Увести Все Загнать Полосатку Сверху на эту полосатость Сверху на эту полосатость Придут Лежачие Звучики Вот так Придут И создадут идею Лежачей плоскости Придут и такого цвета И голубого цвета Они будут буквально Перечеркивать Но прежде чем Эти придут Тонально Эти должны произойти Тонально Они Стать должны В ту меру Которую мы там видим Посмотри И темный И обязательно Вот в эту Вертикаль Вот в эту вертикаль Загнать Хорошо Архитектурку Вот этого пока Еще не видел Движения В том числе И вот это Движение Вот такое То есть Над водой Будет С плотностью Краски В том числе Вот эти Настроения Вот такая Будет Угадывательная Оконность Здесь будет Фонарик То есть Лепка Рубка Рубка В том числе Окна Будут появляться Вот таким образом Вкусненько То есть Но мера плотности Сдержанная То есть Раздавленный Мазок Раздавленный Хорошо Не наваленный А раздавленный Давай так Вкусненький Рецепт Так Рецепт Сильно уходит, она все таки, то есть, ну да, вот что-то такое. Вот этими вещами создать, создать. У меня тонкие какие-то получатся, не вот так, а вот так. Кладем, потом немножко разбиваем, адаптируется в среду. Кладем, потом немножко адаптируем. Что-то ты боишься черных, боишься этих чернот, смотри. Тоже как инструмент используем и эту. Тряпочкой в виде розочки зачерпнешь вот эту. Облака уже не будем, да? Ага, да, надо, надо сейчас. Зачерпнешь, уложишь. Облака можно разными способами сделать. Один из них, это вот такой. Дракончик положен, раздавлен. Все время в тряпку вытираю. Прикольно? Да. Ну, если не захочет получаться, можешь подыграть пальцем. Чуть-чуть помоделировать. Вот так вот пальцем. Мера краски небольшая. Хорошо бы посадить какое-нибудь облако из-под теневого пространства. А потом снова вернуть. Прикольно? То есть, я в ту сторону делал его, а потом вернул. Если что, пальчиком допомочь. Смотри, она здесь, вот сразу за этим, да? Вот из-под теневой свет здорово всегда выглядит. Оранжевенькая нарядность фонарика, оформленная черным каркасом. Часть этих звуков сначала положить вот так, чтобы увидеть для себя основную идею этих линий. Да. А потом дополнить красочкой с кистью. Умно, да? Сюда потом упаковала все. Один из вариантов укладки такой. Очень водяно. Правда? Будучи перерубленными, вообще будет красота. Тоже может где-то вот здесь подсадить. То есть, ты видела, я сначала красочку клал, клал, клал. Клал, клал. Клал, клал. Собирал. Раздавливая. Можно дважды пройтись. Для мутности. Давай так. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Спасибо. Ой, какая убычка тоже хорошенькая. Так. Ух. Продолжение следует... Вот этот свет, уходящий вот туда в щель, в городском пейзаже очень красиво звучит. Поэтому можно его туда подсунуть. Ну а теперь кистью выставить. Дорисовать, штучки помять. Ты согласен, да, уход этот в перспективу? Туда вот куда-то. Ходает высвет лепит. Ага. Теп, теп, теп. Крышам показать направленность их. Вот эту. День рождения. Не дотягивай до яркости. Так, кисточкой. Не, ну центр яркий, это красиво. Не надо, чтобы всё было ярко. Центр яркий. Чернявинку. Рисунок. Чуть там всё обозначить. Ну, если хочешь, можешь успокоить до вот этого состояния. Нужен совсем черный? Не, не надо. Это фотография на чернила. Нам достаточно этой темноты вполне. Собрать более целые. Прикольно? И кистью потом тоже, лежачей кистью, немножко вот этих тоненьких полосочек дополнить. Вот в этом месте. Старизм как-то меняется. Сначала вот такой вроде бы задавали. Положила, положила, чуть покридавила. И чтобы поместить, похоже, чуть плакатьute по той же люди, кистью. Ценковь. Да. Попробуйте. Воспозиция. Унижаем. Воспозиция. Кистья. Унижаем. Воспозиция. Унижаем. Воспозиция. Унижаем. Сначала. Прикольно такое звучное. Чуть-чуть. Это красиво? Всякая перебитость отражения звучит всегда. Не приметила второй ярус, да? А, вот так. Глуховатое пятно там сзади. Немножко. И чуть-чуть сбить прорисованность. Согласна? Угу. Потому что слишком много, это значит надо и другое как-то сильно прорисовывать. Вот смотри, какие хорошие окошечки там, еле-еле развлечимы. Извлечимы. Угу. 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 Так, давай ещё. Вот эти вот окончания края. Ну и здесь кистью обкромсаешь. Сначала голубым найдёшь, а потом обкромсаешь тёмным. Ну видно, что художник рисовал. Чуть не хватает внятной заслонённости для того, чтобы дом действительно оказался за деревцем. Не хватает сгущенности деревьев, которые пошли в удаление. Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Все, все, все. Все, все. Все, все. Все, все. Смотрите продолжение в следующей серии. Все, все. 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 Все, все.